У нас есть 100 тысяч рублей и 30 минут, за которые мы должны заработать как можно больше денег. Деньги, которые выделены с самого старта, можно тратить как угодно. Победитель забирает абсолютно всё на 15 сервере, где вы можете ввести мой промокод Урган, который даёт вам лучшие бонусы для вашего старта. Секундомер на 30 минут я запустил, поэтому сейчас я хочу сделать какую-то штуку. Так как у меня есть сотка, я хочу пойти фастом в киоск, и мы едем именно туда, чтобы закупить какой-то... Ах, идеально. Короче, план вы поняли, едем в киоску, и там мы уже закупаем нужный нам товар, который потом мы попробуем перепродать. Я очень сильно надеюсь, что мы выцепим что-то редко, что у нас могут купить в, ну, хотя бы в полтора икс-два. Ну что ж, мы не теряя времени сразу же едем куда? Правильно, в казино. Потому что это единственный правильный метод по заработку денег, если вам срочно нужны деньги. Надеюсь, я ничего не проиграю. Поэтому мы выдвигаемся сейчас прямо туда. Мы, я опять же надеюсь, поднимем там миллионы сегодня денег, ну и можем всё проиграть. Поэтому я надеюсь, этого не произойдёт. Ладно, пока мы едем по дороге, надо всё-таки подумать, какими методами мы ещё можем заработать денег. Опять же, клянчить, ходить, просить деньги, это не наш выход. Реально, это не наш выход, так делать мы сегодня не будем. Ну, потому что это действительно странно. Это не заработок денег, это просто мы клянчим деньги и всё. Поэтому надо придумать что-то другое. В целом, можно что-то купить и продать дороже. Но, опять же, это мы, наверное, вряд ли успеем сделать за 30 минут. Поэтому единственный метод по заработку денег, это казино. Поэтому пока что мы идем туда. Окей, смотрим, что тут есть цыганские подкрадули. Фига себе, тут мишура навешана. Давай посмотрим, что у цыганских подкрадуль есть. Приобрести товар. У него есть номера за дрот. Кейс за 75 тысяч. Ну, как будто бы. Можно было бы кейс открыть один. Подождите, у меня донат есть вообще? Донат у меня 22 рубля, поэтому не. К сожалению, это нам не подходит. И опять цыганские подкрадули. И, видимо, здесь тот же товар, да? Ну, скорее всего, да. Здесь тот же товар. Я вот фиг знаю, как мне спихивать быстрее. Почему тут все цыганское? Цыганские подкрадули. Девятая улица. Вот, что-то новенькое. Давай посмотрим. И приобрести товар. Плойка есть. Рюкзак. Нихрена за 20. А, это за 2 миллиона он торгуется. Я понял. Но сказать честно, чего-то прям сверхъестественного тут нет. Я думаю, будет реально какой-то такой легкий товар, который можно спихнуть. Как будто бы точно нет. Тут вот кейсы. Это одни кейсы. Можно, конечно, один кейс за 70 тысяч купить. Вот давай, окей. Одну штуку мы покупаем, да. Все, мы купили один кейс. И сейчас, типа, по пути попробуем кому-то его слить. Я реально офигею, если у Артема будет абсолютно такая же тактика. Ну, правда. Ну, потому что за 30 минут я без понятия, как можно заработать хотя бы сколько-то денег. Хотя бы реально какую-то приличную сумму. Поэтому мы с вами едем все равно так или иначе туда. Блин, кстати, а лотерейные билетики, а? Не, ну, лотерейные билетики это наоборот. Вот мы будем сливать деньги. Поэтому надо вспомнить, какие еще есть способы заработка здесь. Но мы могли бы устроиться в мафию, угнать какую-нибудь машину. Но это тоже долгое. Это долгое. Мы не факт, что найдем эту машину. Поэтому будем надеяться все же на казино. Так, первая инвестиция сделана. Теперь я хочу доехать до центра занятости. Вот точно. Едем сейчас туда. И я очень сильно надеюсь, что там нам работа какая-то достанется. Так, ладно, в казик мы с вами приехали. Сейчас быстренько купим фишки. И опять же, я надеюсь, прям сразу поднимем огромную сумму денег. Блин, это на самом деле жестко. Потому что, ладно, хорошо, давайте купим, знаете сколько? Купим 90 фишек. Это 90 тысяч рублей. И у нас вообще мало шансов. У нас реально, у нас очень мизерные шансы на победу. Поэтому давайте смотреть. Итак, дамы и господа, мы с вами в игре. Мы должны быть победителями, которые придут и просто заберут весь этот банк. Я офигею, если я выиграю. Я реально офигею, если я выиграю. Хотя, мне выпало шоусь. Нееее. За что? За что? Ну почему так? Я проиграл. Ладно, давайте еще сыграем. Ааа, фишек-то все больше нет. Да, я походу прям все деньги проиграю. Сколько у меня фишек вообще? У меня 40 фишек. Ну капец. Итак, мы с вами сделали еще ставочку на число 17. Я офигею, если оно выпадет, потому что мы будем в шоколаде. Мы будем с вами в таком плюсе, это просто жесть. Давай, 17. 13? Ну нет. Ладно, у нас еще, возможно, есть шанс. Возможно. Ладно, мы поставили на 23 красное. И, возможно, сейчас выпадет 23 красное. И нам реально повезет. И... Блин, ну почему так? У меня просто фишек больше нету. Ребят, деньги заканчиваются. Реально денег больше нет. 29. Я поставил на 29 черное. 29 черное и... Давай, давай. Опять 13. Да как это так? У меня осталось 10 последних фишек. 10 последних фишек. Это бред. Ладно, поставим на 11. Ладно. Ну что, была не была. Давайте поставим просто на 11 и все. Ну а... Хотя нет. Давайте поставим на 33. Вот мне чучка подсказывает, 33 будет. Вот не дай бог, не дай бог оно сейчас не выпадет. Я оставлюсь просто без денег, понимаете, да? Я буду бедным. 27! Мы рядышком были! Мммм. А те кейс не нужен, который египетский за 75? Купи, по-братски, прям очень сильно надо. У него таких тысячу. Это очень даже плохо. Так, где центр занятости? Я его проехал из-за этого мужика. Короче, сейчас его нужно пихать абсолютно везде. Чтобы хотя бы в 5000 нам плюс выйти. Давай посмотрим, что за работа официальная. Есть таксист, работник дорожной службы, автомеханик, водитель маршрутки, монтировщик шин, электрик. Как будто можно, кстати, на электрика даться, не? Потому что все остальные очень долго будут выполняться. Слышь, мужик, а те кейс египетская сила за 70 не нужен? Слава богу, он ничего не ответил, потому что я хотел его за 75 слить вообще-то. Так, окей, смотрим GPS. И мне надо электрик. Электрик. Работа электрика. Ебать это далеко ехать. Просто прошло, чтобы вы понимали, уже 9, ну по факту 10 минут. За это время я только 70 тысяч потратил. Я ничего не заработал даже. У меня еще 20 минут времени. Что, как? Я не понимаю, реально. Как я могу заработать эти деньги? Вот как я могу это сделать? Я знаю, я знаю, что мы можем сделать. В теории мы можем просто сдать аренду машину, которая у нас была здесь. По крайней мере, походу, ее угнали. Ну кайф, просто отлично. Слушайте, мне кажется, мы с вами самые просто прекрасные, понимаете, люди. У нас прям удача сегодня, ну прям реально. Или тачка у парковщика, погоди. Сейчас попробуем забрать ее. Да, машин все-таки угнали. Кайф. Да, уже, ребят. Мне кажется, я самый удачный человек из всех, которые вот только сегодня появились. Потому что, блин, ну как? Я пришел, проиграл все деньги. Это раз. Я не знаю, теперь все, что делают. Мне два. Я могу взять целый каршеринг. Мы можем поехать на нем. На это тоже я буду тратить на это деньги. Но выбора, к сожалению, нет никакого. В целом мы можем доехать сейчас и устроиться на какую-нибудь работу. И просто... У меня еще и телефона нет. Я каршеринг даже в аренду взять не могу. Да ну почему все так плохо-то? Мужик, мужик, а тебе кейс египетская сила не нужен за 75? Прям очень срочно надо слить. Понял, никто вообще. О, он что-то ответил. Кейс, кейс, египетская сила не нужен тебе? О, чё? Так, только... А как это передавать? Это куда нам, в нотариус надо или как сливать? Я просто в продажах вообще не шарю. А, все, значит продать. Я надеюсь, он мне не наебет. Передать. Вес. А где тут ценник выставлять? Что вы хотите передать? Кейс один. Предложи тогда обмен. Не, там продать, он говорит вообще не того. Продать. Мы должны быть у киоска антиквариатные лавки или чё-то такое. Где лавки тут находятся? Поехали, я довезу до этого. До какой-нибудь лавки, не? Бля, я вот эту тему не продумал. Поехали, я до банка доеду, я тебе кейс скину, ты мне просто на банковский счёт закинешь. Да, досадись, поехали. Всё, лёгкая, сейчас первая продажа будет. Или через банкомат ты ходишь? Да не, ну поехали, поехали с другом, чё не? Я время космически теряю на этой хуйне, я вообще это не продумал ради пяти тысяч. Это просто шок, ну я хотел сделать как лучше, но получается как всегда. Поехали в банк просто. Всё, хорошо, сейчас мы всё это прекрасно сделаем, хотя бы пять тысяч. Нормальный, я свои заработаю. Главное доехать до банка, целым и невредимым. Всё, он приехал, хорошо. А где он? Мужик слился, сука! Лучше бы я электриком работал, ну нахрен эти продажи. Я реально, я вообще забыл то, что для того, чтобы что-то продать, надо вот все вот эти мутки делать. Бля, я получать 70 тысяч просрал, по идее. Я мог просто все вот эти вот 16 минут, которые уже половина времени, я мог зарабатывать деньги, но я идиот. Вот до чего я опустился, ребята, еду на скутере просто, ну вы понимаете, всё за абсурдность вообще с сегодняшнего дня. Да ещё и столбы эти собираем, блин, а. Ладно, мы постараемся сейчас максимально быстро добраться до города, где можно взять работу. И после этого будем уже приступать, зарабатывать хотя бы какие-то деньги. Мне просто интересно, какие пути заработка выбрал Олег. Потому что, насколько я помню, у него второй уровень. И да, в его сторону будет нечестно, если я вот сейчас устраиваюсь к электрику, которая там четвёртого уровня. Но в тот же момент, ну... Играть больше надо на пятнадцатом сервере, вас тоже это касается. Доходим, вроде... Вводим промокод УРГАН и кайфуем. Так, окей, вот, вот это электрика. Мы сюда подходим и идём работать электриком. Вот, мы одеваем форму, хорошо. Вас должен включить Google Антификатор. Ёб твою душу. Я сейчас просто пойду в казино. У меня реально сейчас жопа сгорит с этого всего. Так, ладно, мы увольняемся сейчас с этой работы. Водитель маршрутки мы теперь. Вы владеете этой профессией. Хорошо, третий уровень. Есть какой-нибудь таксист, работник дорожных служб. Всё, она рядом хотя бы. А, вот она через дорогу, вообще халява. Блин, ребят, я затупил конкретно. Я пока ехал и думал, как можно было бы заработать денег на туре. Надо было просто купить удочку и просто ловить рыбу. Это было бы намного правильнее решение, не для чем ехать в казино. Ну, я так и знал, я так и знал, что всё этим и закончится-то, а. Ладно, мы с вами почти добрались до завода. Раз уж у нас с вами нет денег, то будем сейчас с вами работать. В грязи, в шахте, добывая камни. Ну, а что ещё, понимаете, как иначе-то, а. Ну что ж, мы с вами устроились работать на шахту. И теперь будем своими руками копаться. Вот здесь сюда надо войти, и всё, и добежим до шахты, и будем с вами работать. Не покладай своих рук. Блин, я так сильно жалею, что я реально начал с казика. Это надо было оставлять на самое последнее. Потому что я, я просто в моменте поверил в себя, поверил в свою удачу. А по итогу получилось так, что я проиграл все свои деньги. Я потерял кучу времени, меня куча раскрашило. Поэтому да. Сегодня явно не мой день. И я явно что-то не подумал сперва, прежде чем начинать всё это делать. Ну, ладно, что есть, то есть. Ну что ж, друзья, начинаем работать. С этого мы когда-то начинали. Ну, вот, придётся вспоминать былые времена. Слушайте, я не знаю, сколько времени осталось. Мне кажется, минут 10-15. Вот на интерес, сколько за это время я заработаю денег. Прям очень интересно. Так, хорошо, садитесь в транспортное средство. Без проблем. Отлично. Я знаю точно, где повомка дороги есть. Это вон там вот. Мы по трассе, когда 140 пролетаем, там всегда яма вот эта. Я пока на этой машине хоть до... О, подожди, вот, 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 вот. Мы выходим. У вас нет инструментов для ремонта. Теперь я, наверное, иду вот сюда. Да! И мне за это бабки дадут? Я что-то там, ну, потихонечку руками туда-сюда вожу, непонятно для чего. А может, хватит там вот это делать, алё? Плюс 70 рублей. Ёбаный, брат. Не, ну, в принципе, 70 рублей, ну, нихуя себе джинджища. Просто за 22 минуты я сейчас 140 рублей заработаю. Я вообще идиот. Я мог 100 тысяч пойти депнуть в казино и больше поднять. О, 75 рублей! Это не вот эти ваши миллиарды. Вот оно, работа руками, мужской дух прокачиваю. Подожди, это сколько человек должно вот утрудиться, чтобы эту хуйню подчинить? Так, у меня ещё инструменты ещё кончатся. Я, конечно, придурок придумал идею, но даже не подготовился, не прочитал, как работа вот эта работает. Я гениален. Плюс 68. Э, а чё так мало? Ну, слушайте, 100 килограмм сырья мы с вами уже на моих поличах добыли. А это мы продолжаем работать дальше. Мне, кстати, кажется, что мы сможем неплохо так заработать, работая на шахте. Ха, это прям показывает, сколько людей здесь работают. Сейчас два человека ходят туда-сюда и всё, и больше никого. Очень странно, кстати, что тут вообще никого нет. Ребят, не нравится мне мой результат? Вообще не нравится. Я же вообще ничего не заработаю. Я за всё это время, пока работаю на шахте, доставил всего лишь 250 килограмм. Это одна четвёртая тона. Я вообще ничего не получу, реально-то, а? Да уж, я уверен на 100%, я мог бы лучше подготовиться, так сказать, да, сделать реально что-то интересное. Но я вот просто реально в моменте затупил, потому что вот идиотское это казино. Кто его вообще придумал, реально, а? Нафига вот эти вот соблазны поехать? Да я реально ехал, думал, я сейчас одну ставочку сделаю, выиграю, просто уеду сразу на кайфах, ага. Короче, меня задержали мусора, а у меня просто пропала форма. Ну, короче, ладно, 4 я сделал. Подожди, я сесть теперь в машину не могу. Чего? Блядь, с меня форму сняли, ну пиздец. У меня вся эта тема забагалась, ну ёбаный в рот. Ладно, у меня есть 27 500, я еду в казино. У меня, ну, блядь, я просто машину угоняю. Я просто, я достаю уже свой пистолет, сука, всё против меня. Не продал кейс, ни хрена не заработал. На работе мусора задержали, машину украли. Что мне делать? 4 минуты у меня осталось. Я всё, это гг. Меня, блядь, посадили в тюрьму. Ну и вот, ну и тут это. Время до выхода на свободу. Блядь, меня на... А, меня на 2 часа заключили в наручники. Ну, я в ахуе. Нееет, только не говори, что время закончилось. Ну, не надо. Алло, здравствуйте. Ну, можете рассказывать, сколько денег вы заработали. А, секунду, сейчас я тогда закончу работу, чтобы можно было понимать, сколько денег я получил, так сказать, да? Хочешь, я свою историю расскажу? Давай, давай, расскажи. Так, ну, самое старое, я такой, надо бы купить какую-то штуку для инвестницы. Пошёл купил кейс за 70 тысяч, гипска сила. Нашёл человека, которому я продам за 75 тысяч. Для того, чтобы продать, я должен находиться у киоска или у какой-то хуйни. В итоге гандон слился, я просто так потерял 70 тысяч. У меня откуда-то была одна звезда. Я решил дорожным долбоём, Анит, я сначала в электрике поехал. Я поехал обратно, взял дорожные работы, я 4 штуки поставил, 300 рублей сразу до приезжают мусора, я в обезьяннике. Всё, у меня заработано 300 рублей. Реально? Да, потому что я очень много времени просто впустую проебал. Так, теперь я рассказываю свою ситуацию. Я первым делом такой думаю, ну, у меня же удача всегда при мне, я поеду, куда? Правильно, в казино. Я заехал, значит, купил фишек на 90 тысяч, да? Соответственно, я всё проиграл, выхожу из казино, у меня нет машины, у меня 10 раз краснуло, я много времени на эту потерял. После этого я взял в аренду скутер, доехал до шахты и начал просто добывать там металл. Вот я его сейчас продал, как ты думаешь, сколько я заработал, продав 350 килограмм металла. Ну, косарь. Полторы тысячи рублей, да. Бля, это самые нищие просто соревнования в этом мире.